ПОЛИГОН Встречайте, Т-80У — один из самых известных основных боевых танков в мире, пришедший в игру с обновлением «Цель захвачена». Давайте рассмотрим его во всех деталях. Первое, что бросается в глаза — многочисленные блоки динамической защиты «Контакт-5». Ими плотно укомплектована верхняя лобовая деталь, борта корпуса и башни и даже крыша башни. Орудие — классическая для советских ОБТ крупнокалиберная пушка, стабилизированная в двух плоскостях и оснащенная автоматом заряжания. Опускается на минус 5 градусов, поднимается на 15. Против авиации и легко бронированных целей есть два пулемета. Один на крыше и свободно вращается, другой — калибром поменьше в башне и спарен с орудием. Лоб корпуса прикрывает комбинированная броня. Три слоя катаной стали высокой твердости и два слоя текстолита. Ещё более толстый шестислойный бутерброд из брони разных видов защищает лоб башни танка. Командиры наводчик расположились над боеукладкой, со всех сторон окружённые первой очередью боеприпасов, а мехвод занял традиционное место в передней части корпуса. Наконец, в корме танка установлен мощный газотурбинный двигатель, в идеальных условиях способный разогнать машину до 70 км в час. Список доступных боеприпасов обширен. В базовой комплектации нам доступен ОБПС «Заколка», пробивающий 420 мм брони со 100 метров, а также три ОФ-26 — один из самых грозных фугасов в игре. Кроме них, есть сразу три открываемых снаряда — ОБПС «Манго» с бронепробитием 480 мм, «Ктур-Рефлекс», пробивающий 650 мм брони, и, наконец, «Кумулятив» с пробитием 550 мм. Такой арсенал позволяет вести бой на любой дистанции, успешно справляясь с наземными и низколетящими воздушными целями. Главный снаряд на этих рангах, конечно же, ОБПС. А что не пробьёт он, пробьёт фугас. Крыша корпуса у всех топовых танков на этих рангах ему вполне по зубам. Перезарядка орудия — 6,5 секунд. Если сравнивать на неопытных экипажах, это быстрее, чем у топового «Абрамса». Но на «Асах» ситуация меняется. Умения экипажа не влияют на работу советского автомата заряжания, и он начинает слегка отставать от конкурентов. Бронирование машины солидное, но есть уязвимости. Во-первых, не все участки лба корпуса прикрыты блоками динамической защиты. Во-вторых, в верхней части ВЛД есть слабый участок прямо под башней. В-третьих, неплохо пробивается зона вокруг маски орудия и вся нижняя лобовая деталь. Наконец, компактная компоновка машины заметно снижает выживаемость, если вас всё же ухитрились пробить. Как же грамотно играть на Т-80У? Самый простой вариант — держаться немного подаль от главной линии атаки. Используя укрытие и чередуя, в зависимости от цели, ОБПСы, ПТУРы и изредка фугасы, можно нанести команде противника огромный урон, при этом не подвергая себя лишним рискам. Тем более, что на дистанции нивелируется отставание в скорости перезарядки. Но можно играть и активнее, пользуясь отличным сочетанием защиты и подвижности, пребывать на точке в первых рядах, занимать позиции и отстреливать подъезжающих оппонентов. Главное при этом — не подставлять нижнюю лобовую деталь и постоянно следить за флангами, ведь при атаке с борта для нас смертельно опасны даже зенитки. В целом, Т-80У — это универсальная, прекрасно сбалансированная машина для широкого спектра боевых задач. Классический советский ОБТ в одном из лучших своих исполнений. Страницы истории ненадолго уходят в отпуск, уступая место главным новинкам патча 1.87. Сегодня мы расскажем о карте «Аляска». На горизонте виднеются заснеженные горные вершины. В чистейшее озеро впадает река, а на берегу расположился небольшой городок. Одноэтажная застройка окраин, высотные здания в деловом центре, протяженные шоссе, заправки, магазинчики, кафе и барбершопы. Еще недавно он жил мирной жизнью, но теперь на улицах хозяйничают танки. Карта преимущественно городская. С запада и с востока, как обычно, есть пути объезда, но основные бои развернутся в центре. Среди высоких офисных зданий в полной мере раскроют свои преимущества тяжелые, хорошо бронированные машины. На широких улицах им будет где развернуться, а неплотная застройка дает хороший обзор. Большинство зданий разрушаемые, и это не просто для красоты. Обратите внимание, что фасады некоторых строений застеклены, а значит, то, что на первый взгляд кажется надежным укрытием, на деле может без труда простреливаться танковым снарядом. Фугас, конечно, сдетонирует и об стекло, а вот ОБПС легко пройдет насквозь и поразит цель, притаившуюся за углом. Заранее разрушив часть дома, можно подготовить себе удобную огневую позицию и подкараулить противника. Можно захватить центральную точку на карте, спрятавшись в частично разрушенном строении, или же сделать новый проезд для обхода противника. В общем, карта открывает большой простор для самых разнообразных военных хитростей и здорового коварства. Верхней команде важно приглядывать за левым флангом. Если пропустить противника в квадрат Б1, он займет весьма привлекательную огневую позицию и сильно усложнит вам жизнь. Зато нижней команде стоит быть осторожной, захватывая точку А. Если вражеские танки переберутся на остров за рекой, ключевая точка будет видна оттуда как на ладони. При высокой плотности огня с острова можно сосредоточиться на двух других точках, чтобы вражеские снайперы в углу карты остались не у дел и были вынуждены менять позицию. Интересные бои могут развернуться у автомобильной эстакады в квадрате Д1. Конструкция опор позволяет любой из команд использовать их как амбразуры, чтобы не пропустить противника к снайперским позициям на своей половине карты. Подобные укрытия есть и на точке С. Грамотно используя их, можно долго удерживать оборону против превосходящих сил противника. Чуть подаль найдутся места и для любителей дальнего боя. За брёвнами удобно прятать силуэт танка, выставив орудие и прикрывая союзников на точке захвата. На другом фланге у озера расположился небольшой сквер. Обилие укрытий даёт возможность максимально приблизиться к противнику, навязывая ему ближний танковый бой, чтобы затем развить наступление в сторону центра города. Здесь будут особенно эффективны машины с крепкой башней, так как складки ландшафта обеспечивают хорошую естественную защиту корпуса. Если вы уже успели поиграть на Аляске, обязательно пишите, как вам. Очень ждём ваших комментариев, впечатлений и критики. Радиолокационные станции или РЛС — это целый пласт игровой механики, в честь которого мы назвали наше очередное обновление. Как они работают в реальности? Электромагнитная волна отражается от различных материалов. И если отправить радиосигнал, а затем принять его отражённым, можно обнаружить воздушные цели, определить их скорость и направление. Если цель находится на большой высоте, радар хорошо её видит. Но стоит ей опуститься ниже, и радиоволна начинает отражаться от всего подряд, к тому же частично поглощаясь рельефом. И тогда выделить нужный сигнал из всей этой радиоэлектронной каши становится гораздо сложнее. Всё это теперь полноценно реализовано в War Thunder. Новая механика стала доступна девяти уже существующим наземным машинам. В основном это топовые зенитки разных наций. Но особое внимание, конечно, стоит уделить Тунгуске — красивой ЗСУ, буквально на днях пополнившей советскую ветку исследования. На фоне других машин этого класса её выделяют восемь управляемых зенитных ракет с радиовзрывателем, позволяющих поражать авиацию противника, недосягаемую для артиллерийского вооружения. Посмотрим, что изменилось в интерфейсе. В левой части экрана нас встречает зелёный индикатор кругового обзора. На нём видны обнаруженные радаром воздушные цели, как вражеские, так и союзные. Разметка позволяет приблизительно оценить дистанцию до них. Когда радиус всего индикатора, к примеру, равен десяти километрам, то внутренний круг — это два с половиной, следующий — пять и так далее. Второй элемент интерфейса — шкала азимута в верхней части экрана. На ней с большой точностью показывается направление выбранной цели. Прежде чем продолжить, нам надо ненадолго заглянуть в меню «Управление танк-вооружение». Там появилась целая группа настроек РЛС. При желании можно назначить кнопки для включения-выключения радара, смены масштаба, выбора цели и ещё серии функций. Но самое важное из них — захват цели. Установите её на удобную кнопку. Она будет требоваться очень часто. Всё, закрываем настройки, переходим к практике. Начнём с простых задач. Собьём самолёт на средней высоте и зависший вертолёт. Без проблем обнаруживаем их с большой дистанции, дожидаемся, пока самолёт подлетит поближе, и нажимаем кнопку захвата. Тут надо уточнить, что в виде от третьего лица будет захвачена та цель, которая в данный момент выбрана на радаре. Выбранной цели можно переключать кнопкой. А если вы смотрите через прицел, РЛС выполнит захват визуальной цели, то есть той, на которую вы смотрите в данный момент. Итак, захват. Видите, появился точный и удобный индикатор упреждения, а машина сама начала вести цель, плавно доворачивая башню. Даём очередь. И всё. Самолёт уничтожен. Аналогично захватываем вертолёт. Вместо пушек теперь попробуем зенитную ракету. Пуск. Ведём ракету к цели. Готово. Усложним задачу. Собьём низколетящий вертолёт. Его обнаружить сложнее. Визуальный контакт есть, но радар пока молчит. Противник подлетает ближе. И, наконец, есть захват. Даём очередь. И снова точное попадание. Стоит иметь в виду, что возможности разных зениток различаются. К примеру, дальность обзора у немецкого «Гепарда» — 20 километров, а сектор захвата цели — 200 градусов и 15 километров. У «Отоматика», как и у «Тунгуски», сектор — 180 градусов, зато дальность на километр больше. М-163 «Вулкан» получил радиодальномер и баллистический вычислитель, а «Шилка» — РЛС секторного обзора с углом в 60 градусов. Наконец, рано или поздно вы наверняка столкнетесь с ситуацией, когда РЛС-сопровождение теряет цель. Если вникать в физику процесса, то цель выделяется по доплеровскому сдвигу частот, и если она движется по кругу с низкой радиальной скоростью, то в какой-то момент РЛС действительно может её потерять. Но это не касается поршневых самолётов и вертолётов. Их можно вести по доплеровскому сдвигу от вращающихся лопастей винтов. Все эти нюансы также полноценно реализованы в игре. Вот, пожалуй, и всё, что мы хотели рассказать об РЛС. Пробуйте новую механику и, опять же, делитесь впечатлениями. А мы переходим к ответам на ваши вопросы. Первый вопрос задал Дима Лима. Уважаемые улитки, не собираетесь ли вы менять ведущего? Мне просто нравится ведущий, который нынче говорит, и до меня дошли слухи, что будет девушка. Привет, Дима. Слушайте, а не поделитесь, откуда слухи-то? Мне же тут никто ничего не говорит. Вот что вы думаете? Я сижу у микрофона, мне только подсовывают под дверь тексты. И всё. И раз в месяц подсовывают деньги. Ну и, то есть, к чему мне, понимаете, мне скоро заявление по собственному туда подсунут под дверь? Или мне подсунут под дверь девушку? К чему мне товарищ готовится? Так, пишет Black Samurai. Огромная просьба подробно рассказать, как правильно пользоваться ракетами Bullpup. Как лучше настроить управление, как правильно стрелять, по каким целям, с какого расстояния. Спасибо. Привет, Black Samurai. В настройках выберите удобные вам клавиши для осей корректируемого вооружения. Их всего две — ось рысканья и ось тангажа. А сам пуск производите из небольшого пикирования на скорости 500-600 км в час. Оптимальная высота — 2-3 тысячи метров. Так у вас будет достаточно времени, чтобы скорректировать траекторию ракеты и поразить нужную цель. Есть и второй вариант — использовать Bullpup как обычную неуправляемую ракету. В этом случае цельтесь в крышу башни и моторно-трансмиссионного отделения. Вопрос от Drago. Не подскажете, где можно найти музыку, которая играет в передаче «Полигон»? Очень нравится, а найти не могу. Привет, Drago. Ну, тут, к сожалению, придется вас разочаровать. Вы ее и не найдете. Музыку для выпусков мы специально покупаем и лицензируем. Это позволяет нам ее использовать, но вот выложить треки в общий доступ мы, к сожалению, права не имеем. Следующий вопрос прислал Сергей Мельник. Привет, улитки! Что такое секундный залп? Объясните, будь ласка. Привет, Сергей! Это суммарная масса снарядов, которые выстреливаются из всех ваших пушек и пулеметов за секунду непрерывной стрельбы. То есть с некоторой натяжкой это такая выраженная одним числом огневая мощь вашего самолета. А вот «Сокол-911» предлагает. Уважаемые улитки, расскажите, как создавался Клим Ворошилов. Привет, «Сокол». Да, неплохая тема для страниц истории. Мы возьмем на заметку. Спасибо. И последний комментарий на сегодня оставил «Сторадж». Я, может, что-то не то прошу, но я рекомендую добавить птиц в симуляторный режим, чтобы, например, летишь, и вдруг птица попала в пропеллер, и он повредился или окно загрязнилось. Хе-хе, да. Привет, «Сторадж». Как раз недавно на английском канале тоже спрашивали. Ответим, и тут то же самое. Отличная идея, отличная. Мы добавим птиц, чтобы они мешали летать. Добавим скот на полях, чтобы сложнее было ездить. Диких кабанов в лесах, лосей. И рыбу. Надо еще много рыбы, чтобы в ней буквально вязли легкие суда. А из-под воды пусть иногда поднимается гигантский ктулху, и пусть он утаскивает на дно Красный Кавказ. Все это непременно стоит добавить. Вот и все на сегодня. Это был Полигон от Гайдзин Энтертейнмент. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, ставьте лайки и обязательно делитесь впечатлениями в комментариях. До встречи через неделю. Субтитры сделал DimaTorzok